САГАС 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 Владислав Игнатьев, Эвелин Попов и Угу Алмейда. Вот такой был выбор стартового состава у Леонида Кучука на эту встречу. В первом тайме моменты создавали и те, и другие. Охотно команды шли вперед. Рубин хоть и играл дома. Кстати, это была последняя игра для команды Рената Беллединова. На глазах своих родных болельщиков в следующих трех турах Рубин будет постоянно играть на выезде. Наверное, это как-то дополнительно мотивировало. И побуждало корректив идти в атаку. Так вот, Рубин пытался забить гол ворот Александра Беллинова уже по ходу первой половины игры. Мы видим несколько неплохих атак. Но самая хорошая, пожалуй, была чуть позже. Вот момент на 42-й минуте, когда на ударную позицию классно выводят партнеры. Максима Канунникова. Но там успевает подставить ногу защитник Кубани Шандао. И он выбивает мяч на угловой. Обратите внимание, на повторе это будет видно. Прекрасно сыграл игрок Центра обороны Краснодарской команды. Вот здесь можно это заметить. Спасает свой коллектив, потому что иначе бы в угол направил мяч нападающий Казанского Рубина. Фрагменты второго тайма. Удары за пределы штрафной Магомеда Аздоева. В похожем стиле он уже забивал голы в нынешнем сезоне. Можно вспомнить взятие ворот Урала, которое удалось Магомеду Аздоеву. Из тех футболистов, которые на поле вышли, он являлся одним из лучших бомбардиров своей команды. Леонид Кучук сосредоточен, внимателен. На 68-м минуте он делает свою первую замену, а на 71-й Рубин забивает. Вот так нагло действует в штрафной площади соперника Магомед Аздоев. Сразу 8 футболистов Кубани находятся в пределах штрафной площади, но никто не может ему помешать. Ловко обыгран сначала один футболист, потом между двумя соперниками Аздоев мяч пробрасывает и закатывает его в угол ворот Александра Беленова. Потрясающее исполнение Магомеда Аздоева в этой ситуации. Все делает сам и на высочайшем уровне. Шестой гол в нынешнем сезоне забивает Магомед Аздоев. Тут же Рубин может удвоить свое преимущество. Олег Кузьмин не попадает в ворота с линии вратарской после фланговой передачи. Ошиблась оборона краснодарского коллектива. И мы видим, что сразу два футболиста в рубиновой форме реагируют на вот этот пас Сергея Кисляка. За спиной Олега Кузьмина находится еще и вышедший в перерыве Игорь Портнягин. Не сказать, что Кубань сумела создать много моментов у ворот соперника после того, как стала уступать. В счете две замены сделал всего. Леонид Кучук, также на поле вышел Арсен Хубулов. Но Кубань, как и матч прошлого тура, завершала в меньшинстве. В этой встрече было удаление Мухаммеда Рабио, который умудрился за пять минут собрать две желтые карточки. Вот так он врезается в ноги Игорю Портнягину. И главный арбитр матча Алексей Николаев отправляет его в подтрибуны помещения. В итоге, играя в большинстве последние восемь минут, Рубин сумел победу удержать. Кубань так и не создала ни одного опасного момента. И в принципе в этом матче ни разу не попала в створ ворот Сергея Рыжикова. Пять ударов ни один цели не достиг. Ну а Рубин, благодаря мячу Магомеда Аздоева, набирает очень важные для себя очки. И пока команда остается на пятой строчке в турнире на таблице, но по количеству набранных баллов догоняет московская «Динамо» по 47. Поздравляем вас с победой, Алинат Саярович. Но вновь валидольная концовка. Как-то вот все-таки Рубин не может избавиться от этого на протяжении всего сезона. Спасибо за поздравление. Но действительно вы правы, что 10 человек, казалось бы. И тут близость победы опять начинается какая-то нервозность излишняя. Так было же истериком. Ну, хорошо хоть додержали. Когда был последний штрафной, я уже думал, сейчас неужели опять все это повторится. Кошмарный сон. Почему как-то Аздоев сразу к вам подбежал. Кажется, как будто с ним разговаривали заранее. Это был наш маленький такой договор. Ему очень сильно досталось. Больше всех. Но кому дано, того и спрос. За матч с «Арпедо». Когда в каждой голевой цепочке пропущенной Аздоев мог ликвидировать. За это ему досталось крепко. Но доверия мы у него не лишили. И поговорив, я сказал, забьешь, прибегай. Но он не забыл. Почему все-таки Игорь Портнягин начал матч на скамейке? Видно, что ни травмы нет у него. И все, видимо, готов футболист. Давайте это немножко оставим внутри коллектива. Так было задумано. Вновь не получилось вашей команде задержать победу. На сей раз что по-вашему помешало? Игра есть, игра. Вы видели. Я поздравляю Рубин. Хорошо был сыгран момент, когда забивал Аздоев. Естественно, мы не закрыли центр. Мы получили гол. Все, спасибо. 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 Спасибо.